В имя Отца и Сына Святого Духа, уважаемый Владыка, достаточнимые отцы, маточки, братья и сестры, сегодня своим докладом мы завершаем рассмотрение определенных сюжетов из жития преподобного Андрея Христа Ради Юродиева или Константинопольцева, как его иной раз именуют. Его же молитвами Владыка Благословитель. Итак, отдельным, можно сказать, обособленным таким блоком в житии преподобного Андрея или отдельной частью жития преподобного являются вопросы и ответы. В ней преподобный отвечает на вопросы, заданные ему Епифанией. Темы этих вопросов разнообразны, но в большинстве своем имеют догматическое, богословское содержание или вопросы из области естествознания. На какие же темы ведется беседа Андрея Сепихани? О сотворении мира, порядок и череда актов творения, о внутритроичных отношениях к Святой Троице, о некоторых свойствах Божества, о двух природах во Христе, об устройстве мира видимого и английского, толковании некоторых стихов Священного Писания, о происхождении туч, молнии и многие другие вопросы. Несколько ответов Блаженного мне бы хотелось проиллюстрировать в сегодняшнем докладе. И так сказал ему Епифанией, «Если я обрел у тебя расположение, возвести мне, какова есть душа человека. Я ведь и сам знаю то, что касается ее, но не настолько доверяю своим догадкам, насколько смогу да поверить, божественным словам, реченным мне тобою». Отвечает ему Блаженный, «Дитя, душа человеческая охватывает все, ведь она или жизнь, или, так сказать, Бог плоти нашего земного тела, и ничто иное, ибо Бог дал ей силу созидать жизнь, управлять, согревать и одушевлять ее своим теплом. Без нее ведь наши тела грязь, прах и пепел». Говорит Епифанией, «Я и сам знаю это, но спрашиваю, какова сущность души и каково ее обличие после того, как она выйдет из тела, а также какова грешная душа и каков божественный признак души праведный». Блаженный ответил ему, «Сущность души – это мыслящий дух, легкий и премудрый, весьма разумный дух и наитончайший, спокойный, приятный, умиротворенный и очень мягкий, вытащенный до каких-то невидимых членов, несказанно прекрасный и сладчайший, являющийся благопристойным и желанным для Бога и для хороводов святых ангелов. Изначально все люди сияют ярче солнца, а по мере роста и взросления они становятся такими, какими мы их делаем. Неравны блески души всех, живущих в добродетели. Однако каждый настолько усердствует, настолько и украшает собственную душу в божественной и доблестной борьбе. Но в то же время, как я сказал, каждый блесает в соответствии с тем, за что сражается и сияет настолько, насколько близок к Богу. И сколько кто терпит страданий и трудов ради Господа, настолько и поднимается, приближается к Богу, светится, сияет и становится Богом по сопричастности, по милости Святого Духа, душа человека. Подобно тому, как железо черно и холодно, но находясь длительное время в огне, начинает сиять сильнее, так и люди. Огнем является Дух Святой, мы же черное железо. И насколько мы стойко, стойки во время поста, во всеночной, в молитве, в прошении, воздержаниях, в том, что установлено для нас Святым Духом, настолько мы блистаем, сияем и сиркаем. То же самое отнести и к душам, находящихся во грехе. Изначально, когда они зачаты, в обители, вынашиваемых зародышей, в чреве своих матерей, здесь, кстати, подтверждается учение Церкви о том, что человек, как двухсоставное духовное существо, уже являет, таковым является непосредственно в чреве матери, то есть после зачатия. Но когда они освобождаются, то есть когда человек рождается для жизни и начинает грешить, то души покрываются праком. Настолько они опускаются в глубину, вращаясь в грязи греха, настолько они становятся черными, как сажа. Следующий вопрос. Епифаний промолвил, как объяснить слова. «Ибо чаша в руке Господа полная питья, вина несмешанного, и он наклоняет ее из одной стороны в другую, но садок его не был полностью вылит, и будут пить ее его всегрешники. Земли». Это Псалом, 74 стих 9. Святой ответил. «Господь наш изрек, кто жаждет, иди ко мне и пей. Мысль же сия духовна. Ведь чаша – это Господь Иисус, сотворенный человек, совершенный человек, вино несмешанное, слово божественности. Богом ведь и человеком был одновременно Господь Иисус. Наша человечность его – это чаша. Ведь вино несмешанное и истинное, божественность его. Но без сосуда вино не держится. Так и без плоти мудрость Бога была невидимой и не допускала общения с людьми. И вот в руке Отца Сын Человеческий, ибо Сам Он изрек, «Отче, в руки Твою предай дух мой». Теперь по поводу полное питья. Вся его божественность – сладкое питье, услождающее сердца наших, тех, кто верит в него. А полное божественности – несмешанное, то есть истинное – это человечность его. По поводу наклонял из стороны в сторону, он пришел, воплотившись в народ иудейский, дабы через вочеловечивание дать им познать заключенную внутрь несмешанную божественность. Но они не поверили. Он сотворил знаки и чудеса пред ними. Они подумали, что он сделал это при помощи магии. Но отец, державший в руке своей чашу, увидав, что не верят они единородному сыну его, и что они убили его, отнял благодать свою у народа иудейского. Все отнял он у иудеев и передал римлянам. Только осадок не был вылит полностью. Он повернул свою благую весть от иудеев народом хранимым Богом. Затем он также излил на нас, апостолов, и Всесвятой Дух, и всякую благодать, и знание боговдохновенного Писания. Только осадок его не был полностью вылит. И как осадок вина в бочке не выливается, так буква закона бездейственна, бесполезна, ибо надежда иудеев осадок. «Ведь все еще рассеянные по всей земле они пьют свое заблуждение в осадке, ожидая антихриста». Эпифаний спросил, что за объяснение имеет причина Господа? «Не говорите пустого в молитвах». Блаженный говорит, «Устословие – это когда ты, став для молитвы, не говоришь, Господи, я согрешил, прости меня и помилуй меня», и тому подобное. «Но вместо этого говоришь Богу, Господи, позаботься о моей еде, питье и достатке, добра радовалась в этом мире, телесно наслаждаясь и тому подобное. Бог же не любит, чтобы мы так молились, но чтобы искали прежде Царствия Божия, правды Его, и это все приложится вам». Епифаний спросил, о чем говорит «Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоей суди меня». В Салуме 53, стих 1 Блаженный ответил, «Речение – это общее для всего человечества, но скорее это обращение Церкви к Богу, ведь она кричит Всевышнему такими словами «Боже, я имею тяжбу с дьяволом и идолами его, ибо он терзает меня, тиранит своим лукавством, но приди, воплотившись, назовись Иисусом Христом, и я поверю имени Твоему, и именем Твоим спаси меня, исполни весь свой план, прими смерть за меня, восстань, будь вознесен, воссядь, я десну отца, пошли мне утешителя через апостолов своих и завершив суд мой, не звергни идолов, разрушь алтари, прекрати постыдные жертвоприношения, верни мне небесные обычаи силою Твоей, суди меня, присуди мне благо, и чтобы по решению Твоему познавала я Тебя и соблюдала заповеди Твои, и охраняла живительные предписания Твои. Опять же, напоминаю, эта церковь обращается к Господу. Итак, имя Иисус Христос, сила Дух Святой и Церковь просит у Отца, говоря, Боже, Христом Иисусом спаси меня и через это Дух свой одари меня проницательностью. Ведь проницательность указывает человеку всякий благой путь и не позволяет, чтобы он подскользнулся на дурном пути. Поэтому и стоит она во главе всех добродетелей. От нее ведь рождается любовь, а из любви милосердия так, что проницательность рождает всякое благодеяние, изливая как свой первый плод доброе дело. Затем невинность, мир и кротость. Ведь проницательность это разум Святого Духа и когда он помещен в человеческий ум, дабы остаться в нем, он создает более приятное расположение ума с помощью духовных ощущений. Что еще? Проницательность взвешивает любую мысль и берет из нее что есть здравого и отдает разуму для сохранения и выполнения. А что есть испорченного изгоняет из ума и нападовый проще далеко отбрасывает. Вопрос в зал. Можно ли проницательность соделать синонимом рассветительности, о которой нас получают святые отцы, и премудрости, которую воспривает премудрость Соломон Соломон в своих редкозаветных книгах. Следующий вопрос. Епифаний спросил, почему святой Павел говорит, что всякий грех есть вне тела, а блудни греши против собственного тела? Святой ответил, всякий грех есть грех души, а блуд грех тела, ибо женщина была создана из ребра Адамова, так что двое есть одно тело. Ведь всякий грех есть вне тела, то есть не в теле творится или совершается, но в душе, в уме или в духе, как я уже сказал. И ведь не от тела получает наслаждение лжец или клятва преступник, или клеветник, или творящий какое-либо другое беззаконие, но только распутник совершает грех в собственном теле. Как свинья, когда она вывалится в грязи, смирняет не то, что у него внутри, но делает отвратительно и вонючая всю свою шкуру. Так развратник, предаваясь сладострасти и распутству и делая отвратительными тело свое и душу, ходит, являя собой посмешище для невидимых врагов и демонов. И так против собственного тела грешит он, оскверняя его, и не только его, на самом деле, но и тело женщины, которую обнимают, ибо муж, имеющий жену, и жена, имеющая законного мужа, не владеют собственными телами, потому что мужу принадлежит тело его жены, и жене принадлежит тело ее мужа. Так что они уже не двое, но однопло. И так если жена распутствует против тела мужа своего согрешает, и если же муж согрешает, то согрешает против собственного тела жены. Таким образом против собственных тел грешат, когда не своих любят, а чужих, поскольку собственное ложе оскверняет. И поэтому всякий грех есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. А когда не имеющие жены распутничают, словно свинья, валяющаяся в грязи, тело его становится отвратительным и вонючим, а душа черная, как душа демона. Любой грех страшно омрачает душу, блуд же делает тело славонным и позорным. И несколько обособленно среди вопросов Епифания к блаженному Андрею стоит вопрос о откровении о кончине мира. Подробно рассказывать о содержании повествования о кончине мира я не считаю необходимым, поскольку данное откровение настроится как это и свойственно подобное откровение подобного рода на образах неких символах сравнениях аллегориях что в свою очередь требует если на то есть необходимость скрупулезного прочтения и осмысления каждой фразы. Думаю данный формат общения не для этого. Во многом откровение блаженного пересекается с содержанием откровения Иоанна Богослова о кончине мира, да и по иному это быть не может потому что источник откровения единый. Итак в чем же мы находим параллели двух этих откровений о том что сохранившая верность люди вернее в последние времена будут разделяться на сохранившая верность Богу или не сохранившая о тяжелой участи верных последние времена о восстании великой блудницы только у блаженного Андрея она именуется по-другому о воцарении антихриста неизбежном о явлении пророков божьих только у блаженного их три к двум указанным у Иоанна Богослова Ильей и Енохи добавляется еще и сам Иоанн Богослов возможно это в силу того что его откровения и пророчества это уже его пророческая миссия в последние времена но это как бы мое личное мнение ну и главным литмотивом обеих откровений является то что над всеми нами Бог и Его благой и разумной промысл и никто не может быть сильнее Его а значит кто с Ним с Богом тот обречен на победу но что значит быть с Господом и для и чего это стоит в наших трудах и усилиях мы все прекрасно понимаем и так в то время как блаженный сидел и вещал это Епифаний слушавший о том что случилось с землей зарыдал и глубокими стонами ведь как я уже говорил он был слишком сострадательным блаженный спрашивает почему ты плачешь лучше радуйся по слову блаженного ведь Павел говорит радуйтесь всегда о Господе ибо те которые трудятся духовно должны веселиться и радоваться а те которые наоборот исполняют желание дьявола пусть будут мрачными потому что свет Божий пришел в этот мир но люди более возлюбили тьму нежели свет ответил ему Епифаний разве я не грешный и не оплакивая дурные деяния мои как мне оправдаться ведь это этот святой говорит мне когда говорит ты приближишься к Богу когда мы признаем к тебе нашего слушая эти упреки разве могу я не плакать над жалким своим оправданием да и как он примет его великий господин святой ответил это слово дитя мое неужели ты не знаешь с упреком обращено к тем кто еще не принял божественное крещение Епифаний сказал да почтенный отец и я это знаю однако вот что говорят чтобы и тещу услышала хотя Епифаний так ответил блаженный слегка углубнувшись убедил его еще почитать здесь мы видим по реакции Епифаний да Епифаний ученика блаженного Андрея чего нам нужно бояться и о чем печалиться думая о кончине мира и так когда он читал неожиданно долетел долетел благоухание так что Епифаний трепетал и изумлялся долгое время но блаженный Андрей заметил того кто принес это неиссякаемое благовоние когда же то слово было прочитано и исчез аромат Епифаний удивился что с окончанием слова прекратилось приятное благоухание и спросил праведника такими словами прошу тебя делите господин скажи что за аромат долетел до нас когда я начал чтение святые ангелы имеют позволение тремя способами окуривать тех кто относится к ним с любовью и почтением во первых когда читаются священные книги они невидимо располагаются вокруг желая послушать благоугодные речения святого духа во вторых когда кто-нибудь молится и ведет беседу с Богом они с большой любовью становятся рядом и молятся вместе с ним в третьих когда кто-нибудь из-за своей любви к Богу терпит побои и страдания или плеть тогда они имеют права воскурить благовоние умостить подводрить того кто страдает за благочестие мы знаем что и самого Господа укреплял ангел Божий и многих иных мучеников перед их страданием а после этого святой снова говорит ему посмотри сладчайшего дитя какова будет у меня последняя речь к тебе потому что более ты не взглянешь и не увидишь меня ни живого ни мертвого ни даже мысленно я же расскажу тебе на чистоту все что в конце концов случится с тобой чтобы ты всегда помнил обо мне и непрестанно хранил слова мои ведь после кончины отца своего тебе предстоит принять монашескую схему и стать знаменитым по милости и благодати единородного сына божьего и распространится молва о тебе хотя и изменится имя твою схеме и когда обдавеет простите это святая церковь речь идет о константинопольской церкви господь побудет тебя стать светочем и проводником и опытнейшим пастырем заблудших душ тебе также предстоит проповедовать имя христово и жребий твой будет среди святых но ты дитя имей в душе свой страх божий и любви к нему любить не иссякай всем сердцем своим и молись ему непрестанно с обильными слезами вспоминай и меня всегда в священных твоих приношениях когда совершай литургию ты будешь стоять перед господом в великом благоговении и смирении послушай Господь Бог будет тебе защитой представив тебе более того что ты заслужишь сам и благословенная и прославленная Богородица станет наставницей и помощницей тебе посему подойди сюда дитя и давай вместе преклоним колено перед господом и в последний раз помолимся и став на колени они стали молиться отец сын и дух святой животворящая и нераздельная троица мы бедные блуждающие нищие и нагие не имеющие где главу преклонить молим тебя во имя твое мы склоняем колени наших душ и тел сердца и духа мы просим призываем и умоляем тебя Бог Бог с грозным именем Саваоф Благой и Святой Владыка Создатель Творец Сидежитель преклони ухо Твое и благосклонно прими просьбу мольбу и прошение нас смиренных удостой нас очищения силы Твоей и именем Твоим сострадательный милосердный великодушный и многомилостивый Господь приди Отец и Сын Святой Дух приди грозная молния божественности приди грозная сила приди во имя Отца и Сына и Святого Духа и благослови нас и освети смешай и наполни нас Святым Духом сочувствуй прегрешениям нашим которые мы совершили в слове деяний желаний или мыслей умоляем Тебя прости оставь отпусти их нам добрый мягкосердечный снисходительный сострадательный многомилостивый не устыди нас и не отвергни от лица Твоего о склоняющийся с радостью и очарование сладчайшей любви к просьбам Тебе тех кто любит Тебя прошу Тебя владыка будь милостив к сыну моему склонившему колени позади меня ничтожного освети его очи вспышкой Твоей божественности очисти его духовные чувствования Святым Духом Твоим украсть размышления души его несказанным ароматом вечной живой Твоей благодати вдохни в него дух мудрости дух силы дух стойкости дух любви мира и кротости дух обельных слез дабы он направляемый и ведомый ко благу священной Твоей десницею совершил все наилучшее для Тебя обретя спасение в силе Твоей вот такая была извечена преподобную Андреем содержательная молитва помолившись так святой встал поцеловал глаза Епифания его лицо грудь и руки и повелев ему спокойно пребывать в своей комнате удалился оставив его горько плачущим он отправился в места для прогулок в нижние портики и в течение всей ночи молился за тех кто пребывает в опасностях в страданиях в нужде и в плену за весь мир затем он лег за на землю и узрел всех святых пришедших к нему словом от друзья с улыбкой на лице и спустил дух и вдруг аромат мира инфимиама распространился в том месте где святой спустил дух и тогда одна бедная женщина жившая неподалеку хижине ощутив сладость благовоний и мира благоухающих несказанно несравненно и непостижимо уму поспешила встала попросила огня и пришла в то место откуда доносился аромат так там она обнаружила блаженного окончившего свою жизнь и божественное благоухание истощаемое еще сильнее прежнего и поток мира чудесно изливающийся от останков его словно река и побежала она и кляхтами стала рассказывать другим об этом чуде призывая бога в свидетели и хотя многие побежали туда но приближившись никого уже не нашли разве только удивились сильному аромату мира и фемиама останков же праведника нигде не смогли обнаружить потому что господь перенес их по своему решению в те места которые знает только лишь он ведающий даже о тайных подвигах святаго скончался же блаженный Андрей тайное солнце и столб огненный высотой с неба бедный странник и безумие с ради господа отвергаемый всеми в месяце мая 28 дня проведя 66 лет в тайной борьбе но богу его служения было известно я я я не кипр это автор жития которое мы рассматриваем милости у святежителя бога находящийся в числе священников той великой церкви в царице городов которая названа мудростью божией описал эту удивительную и достойную хвалы жизнь отца Андрея почитаемого среди святых одно я увидел собственными глазами а другой узнал от славного Епифания сказавшего здесь мне это и прибавил к своему сочинению благодаря милости и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа у которого слава и власть во веки веку аминь на этом я бы хотел с вашего благословения Владыка завершить мою очередную часть доклада который мы оканчиваем изучение особо значимого для нашего пастырского и для пастырской духовной жизни сюжета из жития преподобного Андрея Константинопольского благодарю всех за терпение внимание спасибо Христос благодарю вас отец Георгий и я думаю все согласятся с тем что имя преподобного Андрея Христа ради уродивого больше мы ассоциируем только лишь с праздником покрова и настолько подробно они знали о его житии его прозрениях учениях вот и сейчас мы познакомились в результате шести докладов с жизнью и учением преподобного Андрея и мне особо ценно что он показывает связь духовного мира мира ангельского а также мира демонического с миром нашим зачастую это ускользает от нашего внимания в обычной жизни в обыденной и где-то мы можем себе позволить или словом согрешить или делом согрешить или кого-то обидеть где-то что-то недоделать где-то недомолиться или стоя на молитве где-то отмечиться умом но вот знать пережить Андрея конечно надо всегда вспоминать понимать помышлять что мы всегда пред Богом что ангелы радуются когда мы молимся или читаем поучительные книги и в то же время печалятся и плачут когда мы делаем что-то не Бога угодно и заметь еще он сказал что особо ангелы умощают человека фимиамом и маслами тогда когда он терпит за благочестие свое терпит поругание но это такой высший подвиг нам он тяжело дается бывает даже тяжело принять поругание даже заслуженно когда сам виноват вот выговаривают и то тяжело принимать а тут представляете человек живет благочестиво но находится в клевете вот и в то же время молится за своих обидчиков и благодарит Бога за это понимая что все эти обиды служат ему к очищению и освящению святым духом ну дай Бог чтобы у нас так правильно сознание работало всегда во всех случаях нашей жизни вот у нас все есть для благочестия это подумать только да мы стоим перед престолом Божиим как в одной молитве читаем в Таинцевой собору есть молитва вот и говорится что Господь ну благодарение Богу за священный сан и что ты сподобил меня служить Божественной литургией такое Таинство которому желают приняты и святые ангелы то есть даже ангел не совершает Таинство и в Користи нам это дано по Божьей милости через Таинство рукоположение поэтому на большой высоте мы поставлены и надо конечно светить стараться меньше коптить больше светить ну давайте молясь друг за друга будем подвизаться в этом пастырском подвиге всем желаю Божьей помощи и прошу ваших молитв спасибо Господи благословите нас господи господи кшутый